Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Вот за время, пока я не снимал, пока я делаю ремонт, на Камчатке случилась экологическая катастрофа. Все вы наверняка уже знаете об этом. Все блогеры даже снимали об этом и федеральные телеканалы показывали. Вы знаете, я хотел чуть шире, наверное, эту тему осветить. Все дело в том, что сегодня написали, что, мол, того, что на спутниках нашли какое-то судно, на которое сбрасывал некие воды, значит, непосредственно около вот этого пляжа, где и люди почувствовали там себя плохо. Вы знаете, я честно скажу, я сильно не углублялся в эту тему, но вот Шиханы, да, Шихан-Куштау, Башкортостан, Шиес, значит, Архангельская область, возьмем с вами Кеймеровскую область, Кузбасс, это открытая добыча угля, возьмем Камчатку, возьмем с вами, в этом году у нас была экологическая катастрофа, да, она и есть, и ее, в общем-то говоря, никто, ее ликвидировали, конечно, но последствия-то очень сложно оценить, в Норильске, когда топливо вытекло, и вот теперь Камчатка, чудовищно смотреть, абсолютно чудовищно смотреть, как целый пляж завален мертвой рыбой, осьминогами, осьминогами, значит, это, знаете, это какой-то просто фильм ужасов было впечатление такое у меня лично, я такого не видел никогда, чтобы вот такое происходило, и вы знаете, да, много говорили, много кто снимал, много что, в другом государстве, в другом государстве, главу региона, как минимум, уже бы судили за это, вот я говорю свое мнение, уже бы судили, главу региона, главу Роспотребнадзора, главу Росприроднадзора, там, я не знаю, кого, кто отвечает за это, то есть вдруг появляется, соответственно, да, огромное пятно, и все живое умирает, вымирает, это же просто общество, это просто представить себе страшно, что такое может быть в 21 веке, значит, у нас разбираются, кто водичку слил, с какого судна, со спутников смотрят, еще что-то, вы знаете, я по большому счету, не знаю, наверное, выражу мнение большого количества людей, если нет, напишите в комментариях, значит, я ошибаюсь, значит, у меня неправильное понимание того, что вы думаете, но как мне кажется, все больше людей, давайте я за себя, наверное, схожу, а вы за себя в комментариях напишите, если хотите, как мне кажется, значит, значит, нашу природу просто имеют, просто имеют, причем нещадно и во всех позициях, деньги качают рекой, вот, я имею ввиду газ, я имею ввиду уголь, я имею ввиду, значит, добычу других полезных ископаемых, я имею ввиду добычу даже и природных ресурсов, в коем является даже и, может быть, и рыба там, еще что-то, но в основном это нефть, газ и так далее, и, как правило, какие-то экологические катастрофы, они все-таки связаны вот с добычей природных ресурсов, ископаемых, ну, шахан-куштаус, помните, там что, сода, да, все это связано с деятельностью коммерческих компаний, то есть коммерческие компании, а что основная цель, какая коммерческая компания, извлечение прибыли, получить бабки, то есть, понимаете, мы дошли до того, когда бабки решают все, грубо говоря, коммерческая компания решает, что можно сделать вот так и можно заработать бабла, а на природу плевать хотелось, вот буквально недавно мы с одним человеком обсуждали этот вопрос и пришли к общему выводу, что общество обращает, в том числе, главы компаний и так далее, в принципе, общество обращает внимание на экологию в случае, если базовые потребности людей удовлетворены, а что это такое? Ну, иерархия потребностей масла, вспомните, это, значит, жилище, питание, там, и так далее, вот, да, и дальше пошло уже, там, духовные какие-то, значит, желания, стремления, и вот экология, экология. У нас, в общем-то говоря, довольно длительное время котельные топили без всяких вообще там, каких-либо, значит, прослоек, чтобы не коптить. Коптили и плевать хотели. То есть, вот, если брать Камчатку конкретно, я предлагаю брать в целом все, что происходит за последнее время у нас в стране с экологией, с природой. У нас, еще раз скажу, насрать на природу всем, тем, кто зарабатывает деньги. Возьмите Кемеровскую область, там добывают уголь, да, уголь этот гонят по всей стране, везде. Там все черное, там люди задыхаются, задыхаются, онкология зашкаливает просто, зашкаливает онкология, потому что люди вдыхают вот это вот все, всю вот эту черноту, всю эту угольную пыль и все вот это. Рак легких просто, я не знаю, впереди планеты всей. На Камчатке полный пляж, это же ужас какой-то, и всем плевать. Это система, понимаете? Я считаю, что это система. В Норильске топливо вытекло, протекло, нам показывают реки и так далее. И самое интересное, много же мы еще не знаем, многого нам не показывают, что происходит. Поэтому, конечно, это чудовищно смотреть, и можно много говорить. Шиес, вот, когда решили устроить этот мусорный полигон. Почему? Почему он стал возможен? Вот мы говорили все, и я в том числе много роликов снял, о последствиях, что будет, если будут закапывать, значит, вот эти вот палеты с мусором и так далее. Что будет, что будет, что будет. А почему он стал возможен? Почему вдруг на каком-то уровне какие-то чиновники приняли соответствующее решение, что вот давайте в Архангельске будем свозить туда московский мусор, и его так в палетах там закапывать в землю и так далее. Почему? Так это соответствующее отношение к природе. Понимаете, в чем дело? По идее, должно быть какое отношение? Не слил что-то там, значит, соответственно, в море, да, и все живое гибнет. А должно быть наоборот. Добыча идет рекультивация, сажается новый лес, еще что-то. А у нас, понимаете, имеют нашу природу со всех сторон, и никто не занимается тем, что у людей нет в головах, которые сидят на деньгах, да, у них нет в головах вопроса, что это нужно оставить там сыновьям, внукам, потому что у них все сыновья, внуки и так далее, они все за границей. Они живут в Лондонах, а зарабатывают деньги в России. Ни у кого не болит голова о природе нашей страны. Понимаете, в чем дело? Она вроде большая, леса много, рек много, морей много, что там не слить? Маленько слил, да и все. Все умерло, дно умерло и умерло, на том пляже умерло, на этом пляже будут там. Понимаете, в чем дело? Вроде территория большая, поэтому такого, вот не знаю, было бы территория одного субъекта федерации. Конечно, там все видно, все слышно, все. Огромная территория. Мы не знаем, что там в лесах Сибири происходит на самом деле, сколько там леса выпилили, сколько не выпилили. В труднодоступных, особенно местах. Туда и не доберешься. Мы понятия не имеем. Поэтому вопрос заключается в том, в целом, в отношении к природе, не только на Камчатке. Это, конечно, страшная катастрофа. Она, я думаю, задела всю страну. А в целом, в отношении людей, которые занимаются разработкой полезных ископаемых, которым принадлежат... У нас же недра принадлежат народу. Ну, вы что, верите в это? Я не особо понимаю, что они принадлежат народу. Почему? Потому что, ну, как-то есть же люди, которые этим управляют. Так вот, эти люди, они не особо заинтересованы в том, чтобы что-то, что-то как-то думать о природе. Есть какие-то экологические проекты, безусловно. Наверняка крупные компании что-то делают, там, где-то что-то высаживают. Я не говорю, что ничего нет. Но вот такие вещи, они случаются не потому, что кто-то где-то допустил халатность, что-то слил и не понял, что это неправильно. Нет. А потому, что кто-то где-то подумал, что не заметят, не поймут, много, понимаете, большая территория и так далее. Вообще, если посмотреть то, что происходит с природой в нашей стране, с экологией, можно заглоухвататься и бежать. Маломальская компания, вот деревообрабатывающую какую-нибудь ставят, там дерево добывают. Еще что-то, что хотят, то сливают. Добывают там золото, что хотят, то и делают. Маленькие, я имею в виду, совершенно. В больших масштабах, в больших сливают все. Поэтому не тратиться совершеннейшим образом на какие-то дорогие системы фильтрации, дорогие системы очистки. Это все деньги, понимаете, которые нужно потратить как бы на природу. Так а если твоя семья живет в другой стране, нахерайте тратить деньги на природу. Рабы здесь живут, вот рабы пусть все и делают. Понимаете, вот такое отношение. И это чудовищно, потому что с таким отношением я не знаю, куда мы приедем. Вот у меня такое мнение в отношении вот этой чудовищной катастрофы на Камчатке и всех остальных, которые по сути образуют некое отношение системы нашей к природе и к экологии в принципе. У нас вообще некоторое время назад было, знаете, люди посмеивались над экологией. Когда поднимали экологический вопрос или экологическая конференция, люди посмеялись. Что там об этой экологии думать, да? Что там у нас небо, у нас леса сколько до хрена. Что там эта экология, что они задумываются. Понимаете, вот в чем вопрос. У нас в культуре нет уважения к природе. Субботник. Вот возьмите, не берите большую компанию. Субботник. Пришли люди. Речка обычная. Все завалено пластиком. Бутылки. Бутылки стеклянные, пластиковые. Банки жестяные. Эти из-под сигарет, значит, пачки. Курение, алкоголь и здоровье. Все завалено. Пакеты. У нас, возьмите, на шашлык приехали. У нас один, одна из десяти, или там семья, или одна компания из десяти. Соберет все в пакеты, уберет, увезет с собой. Все остальные здесь же кинут под деревья. И когда мы все удивляемся и говорим, как же на Камчатке, как же, какой ужас. Посмотрите, весь пляж рыбы мертвые лежит и так далее. А когда последний раз вы сами свой пакет кинули под дерево на пикнике, на шашлыке? Когда вы решили, что оставим здесь, кто-то за нами там уберет? Понимаете? Вот в чем вопрос. Из себя тоже нужно начинать. Когда вы где-то находитесь и видите, как кто-то взял и выкинул, нужно подойти и тыкнуть рылом просто в это. Сказать, ты зачем это делаешь? Вот недавно иду, стоит там место для курения. Табаккурение, еще раз скажу, вредит здоровью. Я вообще не переношу табачный дым. Место для курения. Ну вот, ну брось ты. Нет, он стоит и кидает. Рядом стоят и кидают. Ну почему? Ну от чего это происходит? Вот это от малой до великой идет. Пишите ваши комментарии, ребят. С вами был Будда Гришна. Вопрос экологии, я считаю, что очень важен. И его нужно поднимать как можно чаще. И незаслуженно в нашей стране экология задвинута куда-то непонятно куда. Потому что у нас на первом месте деньги, на втором деньги, на третьем деньги. А экология на 217. А детям и внукам нашим здесь жить. А их дети, они там, где экология хорошая. Где задумываются об этом. Всем пока, ребят. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok